Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 января, день Сильвестра, назван в честь святого отца Сильвестра Папы Римского. Став совершеннолетним, он из любви к Богу и ближним вводил в свой дом странников. После того, как омывал им ноги, он угощал их, потом беседовал с ними, доставляя этим успокоение. Сильвестр в 30-летнем возрасте стал епископом римским, исправлял нравы и обычаи христиан. Своими молитвами и чудесами помог обращению в правую веру и крещение императора Константина и его матери Елены. В народе святой Сильвестр был известен как покровитель домашней птицы, особенно кур. Поэтому сегодняшний день имел еще одно название – куриный праздник. В этот день чистили курятник и помещали в него куриного бога – черный камень с отверстием посредине. Это куриный бог. Делали это для того, чтобы курам не могла проникнуть нечистая сила и навести порчу. А маленьким детям сегодня дарили глиняные петушки. Знахарки сегодня смывали с домов лихорадки-лихоманки. Считалось, что лихорадки – это 13 дочерей Ирода, сошедшие в ад вслед за своим отцом. Зимой в лютые морозы выгоняет их оттуда сам мороз вместе с хворями. Тогда сестры стараются спрятаться в теплом крестьянском доме. Для того, чтобы прогнать их, окуривали курятник, дом, девесилом и соломой. Считалось, что в куриный праздник заговоры от болезней были особенно действенными. Из гаданий. Сегодня особо почиталось луковично. Делалось оно так. На 12 очищенных луковиц клали по щепоте соли и помещали на ночь напечь. Утром вынимали и считали первая сухая, а третья мокрая и так далее. Какой по порядку луковица, сухая или мокрая, такой будет и месяц. Когда чистили лук, нельзя было плакать, иначе гадании не удастся. Приметы. Висит много длинных сосулек, урожай хлеба будет хорошим. Когда сороки летали поблизости от дома, это квьюи. На сильвестра волосы не стрягут, а то они с головы убегут, то есть обысеешь. Если сегодня дверной косяк протереть заговоренной водой, то болезни из печали не найдут в этот дом дорогу. Сегодня старались не есть мясо птицы, чтобы счастье из дома подобно птице не упорхнуло. Что бы он радовал. И целебная кулинарка, которую я представляю. Розунг такой, сделать продукты и вкусными, и целебными, чтобы не просто там что-то съели, живот у вас распух, ах как вкусно и все. А что бы вы съели, почувствовали вкус у патуков, как у вас есть струда, такая красивая. Ну как? Вкусно. Спасибо. И наконец, как и сейчас, мы сделаем с яблоками. Ух ты! Если вы сюда, а есть немножечко свеклы у вас? До утра будем работать. Давайте. Давайте. Потому что у нас клетки уже. Спасибо. Если вы будете вот такое вот блюдо, делать немножечко свеклы, сделать с яблоками, со свеклой. Это касается всех женщин. У вас ежемесячно идут какие-нибудь крови. То есть, вы, как бы сказать, находились в зоне риска малокровия. Если вы будете яблочки со свеклой, как я сейчас сделаю, свеклу, знаете, неудачно есть. Вот. Если вам там все будет вкусно и полезно, у вас кровоткровитворение будет огромное. Понимаете? А кровоткровитворение – это хорошо работа у желудка. Это обновление организма в целом. Это защита даже от алкологии. Потому что здесь содержится биологически активное железо. А помните, как она говорила? Рак будет подвесом, чем? Железом. Вот. Отлично. Так. И это мою. Да. Ну-ка. Реально. Загрузи-ка это яблочко. Правильно. Свекла все-таки потуже немножечко. Мы ее это разлижем. И когда она несколько мялая, а сами знаете, на блендере не хуже измельчается. Блендер любит, когда свежая, она так белится. Но нам это будет хорошо. Смотри. Свеклу. Ну-ка, ну-ка. Она сладенькая, да? Ну, большинство, она вкус не нравится. Аляна, ну-ка, съешь ее. Немножечко укуси ее. Ну, как тебе? Сладенько. Сладенько. Хорошо. Сюда тормозили. Теперь, значит, ваш циальный ингредиент, прорушевшие лица. Кладезь витаминовую ПВ. Да? То есть все крема, все, знаете, вот какие-то составы. Нарогать, сделать, вот, ну, включить туда много различных витамины и так далее и тому подобное. Но, получается, для того, чтобы крем хранился, какое-то средство хранилось, оно должно быть убито, потому что оно забродит. В противном случае. Здесь же у нас все свеженькое, все сохранилось, знаете, как говорится, тысяча один процент. А то, что нам дают, вот это, ну, увы. А вы его там добавляете? В Израиль? Прорушевшие пшенички вот на такой, это где-то две столовые ложечки. То есть две ложечки, да? Да, две ложечки. Вы можете оверантировать. Да. То есть мы все вместе, да? Итак, у нас получился чудо-картель красного цвета, свекла, яблоки, прорушевшие пшеницы и, естественно, Монари. Да, Монари. 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 Вот и яблочкой. О, смотрите, свекла какой-то, знаете, вот, ну, как-то скажем, запах и вкус. И густоту белая. И густоту белая. О-о-о-о-о. Монари. Монари. Ты точно врачом будешь. А врачом станешь. А шефу не надо было уже здесь? Кого? Шефу. Пожалуйста, если шеф здесь, мы шефу нальем в елку. Да. Или давайте стаканчик ему передадим. Да. Да. Ванец он ведь. Сори на кого втелаться? Да. Ну, кто могло? Да. Попока, свеклое, яснича. Кто могло? Да. Азарки. 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 Мерное тело. Да? Нет. Ну, что вы можете сказать? Очень вкусно, да? Очень вкусно, да? Очень, очень вкусно. Не сладко? Нет. Так, не сладко. Это для шефа. Для шефа это вот. Давай. Вкусно. Пробуйте, высказывайте свое мнение. Вкусно и вот это самое вкусное. Вот это самое вкусное, да? И он один из более полезных. Очень сладко. Пробуйте, пробуйте. Ну, сюрприз, это тоже. Вот если кому-то зарубить или что-то. Вкус будет помарать то, что надо. Ну, как вам? Вкусно. Мне очень понравилось вот это. Вот это понравилось, да? Ну, видите, где вот это. Мандари, тихо, мёд. Можете даже мандари нажать не врать. Да. Довольны? Да. Используйте это как, ну, блюдо, которое съедается самостоятельно. Потому что если вы скушаете что-нибудь такого. Здесь находится пророжная пченица. И, допустим, вы скушали там после харчо, большая и так далее. Не обязательно, но может затрагить. Для того, чтобы там не было, поднёшь, с утра пока раз, выпьем. А потом уже можете там кушать. Ну, что хотите. Что можно сказать на камеру? Понравилось тебе? Супер все. Очень вкусно. Очень вкусно. Какой тебе особенно? Как тебе понравился? Розовый. Розовый, да? Можно назвать розовый фламинго. Для здоровья. А в целом, что ты вот такие блюда видела, когда готовили? Первый раз, да? Да. Двадцать первые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое приятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Двадцать вторые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова